Головные боли, повышение давления, сонливость, весь этот пестрый, как его называют медики, набор симптомов, могут у себя наблюдать метеозависимые люди в период магнитных бурь на Солнце. Про эти самые бури слышат люди постоянно, а вот разбираются в вопросе далеко не все. Магнитная буря на Земле – это отклик на изменение состояния солнечного ветра вблизи Земли. Чем сильнее солнечный ветер, тем с стороны, откуда светит Солнце, интенсивность этих магнитного поля больше, потому что сжимается. А с противоположной стороны, там, где ночная сторона, они вытягиваются и имеют такую эллипсоидальную форму. Солнечный ветер – это заряженные частицы, которые покидают звезду в виде излучения. Достигая Земли, они воздействуют на околоземные пространства, искривляя эти самые магнитные поля. Правда, теперь эти самые магнитные бури куда слабее, чем в 13-14 веках, говорит инженер обсерватории Александр Ефимов. Раньше они могли вращать стрелку корабельных компасов. Теперь искривление полей практически неощутимо, но не для всех. Да я бы не сказала, что я их ощущаю очень. Я вообще гипертоник. Ну, как вот эти вот бури, я умираю. У меня мама врач, и я часто реагирую на эти магнитные бури. А мне звонит, что сегодня магнитные бури, голова не болит. Астрологи, однако, уверены, что магнитные бури влияют не только на наше самочувствие, но и на нашу жизнь в целом. И при планировании новых начинаний этот фактор тоже надо учитывать. Марс ушел в обратное движение. То есть, как бы, они начинают сейчас вот фактически, он начинает сейчас сближаться с Солнцем, если так вот говорить. То есть, как бы, он идет вот по направлению. И, соответственно, к нему идет вот, меняется эта вот магнитная напряженность между двух планет. Когда Марс ретроградный, у нас ослаблено как раз желание действовать. Мы не можем фактически, скажем так, там свою волю проявлять. Всем охота спать. Всем охота, скажем так, как-то так, какой-то разброд и шатание всеобщее начинается. Светлана добавила, что в период магнитных бурь у людей может появиться чувство раздражительности и мнительности. А новые дела лучше пока не начинать, из-за ретроградного Марса. Нужно именно их планировать, а приступить к реализации следует в конце ноября. Иначе дело обречено на провал. Астролог посоветовала, что в период магнитных бурь лучше прислушиваться к своему телу. Необходим здоровый сон, прогулки на свежем воздухе и общение с приятными людьми. Психотерапевты с этим согласны. Однако это скорее они считают комплексным советом. А к магнитным бурям относятся по-своему. Нужно помнить вот о чем. Чтобы за этой метеочувствительностью, за этими какими-то реакциями на магнитные бури не прятались реально существующие соматические, неврологические или психиатрические заболевания. Депрессия, тревога, какие-то сосудистые маленькие катастрофы или повышение давления. Когда мы думаем, что не надо идти к врачу, а это просто реакция на вспышку на солнце. Нет, ребят, лучше сходите к терапевту, к кардиологу или к неврологу или иногда к психиатру. Метя чувствительный человек или нет, простыми советами во время магнитных бурь пренебрегать не стоит. Полноценный сон, здоровое питание и побольше времяпрепровождения на открытом воздухе. Тогда никакие магнитные бури не страшны. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.